В субботу коммунисты вышли на пикет против переименования проспектов Фридриха Энгельса и площади революции. Акции «за» и «против» проходили всю неделю. Единого мнения в обществе нет. Отсюда и шумиха. Какое бы решение ни приняла Гордума, недовольные все равно останутся. Сбросить Фридриха Энгельса с корабля современности предложил Александр Семененко, краевед, а ныне еще и сотрудник городской мэрии. Первый кто придумал? Первый выступил Семененко. И потом соответствующая комиссия выступила. И самое главное, что народ поставили уже так, как будто точку поставили, что все уже переименование будет. Наверное, то, что горожан спросить забыли, и вправду самое неприятное в этой истории. Внятных объяснений нет. Почему так надо и сколько это будет стоить, до сих пор никто не сказал. А потому жителям остаются только домыслы. Лишние деньги остаются. Они половину себя, половину на переименование. Я сейчас никому не верю. Вы понимаете, никому не верю. Днем раньше подписи собирали активисты молодежного движения «Новый рубеж». Ребята агитировали «за». У коммунистов, которые против, дело идет куда лучше. Уговаривать горожан не приходится. У красной палатки даже скопилась очередь. А вы знаете, что удивительно, что подходят наравне с пожилыми людьми, умудренные опытом, подходят молодые. Значит, они осознанно это делают. Мы же вот никого не заставляем, не агитируем, что вот вы подходите. Это просто делается сознательно. Большое количество подписей приносят коммунистам и инициативные горожане. Те 34 обращения, которые поступили в администрацию с просьбой о переименовании, сейчас уже выглядят несколько несолидно. Соревноваться с попеременным успехом можно сколько угодно. Тут важнее другое. Примут ли эти подписи во внимание депутаты, когда будут выбирать между Энгельсом и Шереметьевым. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова